I have ways of blowing things up. Эти твари встают, даже если ты добил лежачего, эта тварь все равно встает и мне это очень сильно не нравится. Сейф, кстати, на стене мы так и никак не смогли расшифровать. Нам сейчас через этот маленький коридорчик, через южный коридорчик, то есть блок 6А и южный коридор. И вот, по-моему, в блоке А6 или 6А там были какие-то вот эти твари. В южном коридоре мы их поубивали, но это не факт, что они не встанут сейчас. Нам нужно в элеватор лобби, на лифте мы можем, наверное, куда-то еще поехать, короче, я не знаю. Мне очень не понравилась эта новость, то, что они встают, мне как-то... Ну, сейчас они вроде валяются. Ладно, фиг с вами. У нас есть карточка для того, чтобы пройти дальше. Собственно, мы сейчас это и сделаем. У меня есть небольшое подозрение, что... Вот, блин, почему каждый раз F-то надо нажимать? Вот этот шорткат сверху, это шорткат к сохранению. И, возможно, пройдя через этот шорткат, мы к тому времени будем знать уже код от сейфа. По крайней мере, мне так хотелось бы. Доступ к руднику А. Чтобы вызвать лифт, мне нужен ключ администратора. Это лифт. У меня 4 патрона. Меня это очень сильно волнует. Замок сломан, теперь нельзя открыть. Мне это очень, блин, сильно волнует. Потому что с 4 патронами... Я хочу на тап карту. Хорошо, значит, это можно открыть. Желтое... Это то, что можно открыть. Забейте. Мне нужно еще найти, кстати, пол ключа. Патроны. 3 штучки. 2 я потратил, 3 приобрел. Есть. Чтобы они место в рюкзаке сразу не заменили. По идее у меня тогда их сейчас 5. Хе-хе-хе! Да! Нет. Но тут тесное помещение. Я бы его, скорее всего, не обошел. Я могу его как-то добить, растоптать, расчленить, забрать у него хотя бы тесак-то из руки, а? Ну, это было бы крайне логично поступить именно таким образом, но почему-то мой персонаж так поступать не хочет. Если я сюда еще раз приду, мне же придется или его обходить, или что-то еще с ним делать. Душевые. Но мне туда. Вторая часть ключа. Да, забираем. Я мог его не убивать, да? А что это за глюки и баги, которые я продолжаю видеть на трупах? Так, F соединить. Ключ целиком. Сундук с бабочкой. Блин, а где он у нас-то был-то? Я на секундочку подзабыл. А, вот, Баттерфлай как раз возле сейва. Хорошо. Нам тогда еще нужно ключ. Шокер. Шокер. Шокер лишним не будет. Сюда можно пройти. Сюда пройти нельзя. Это регистрация, да, у нас? Сотни пыльных потрепанных папок, что-то вроде каталога работников. Каталога или каталога? Почему? Ну, тут такое явно... О! Можно! Я же говорю, такое место. Так, там у нас четыре человека с разными степенями потрепанности. Протоколы поиска. Дежурный контролер протектор. Такой-то, дежурный протектор такой-то. У них интересна разница в функции контролера протектора. Понятно. А в росте они, типа, одинаково большие. Работница такая-то Сун Хелена. Конфискованные предметы, наручные часы, кольцо, место жительства, общежития 16, место работы, класс политического настроя, арест в связи с расследованием кража радио. Изначально причина перевода. Контролюционная деятельность страдающей листовок в университете. Студентку сюда сослали, понятно. Хуанг Юлия. Лекарства. Конфискованные. Общежитие А64. Участок добычи А. Арестованы из-за подозрения в наличии способности к биорезонансу. Конфискованные таблетки гидроксикарбамида. Извиняюсь. Блин, я это второй раз не прочитаю. Направленная медицинская крыла к Либри получила особый запрос о продолжении наблюдения. Работница Сео Алина. Конфискованные предметы косметической шкатулы. Вот, косметическая шкатулка с инструкцией в виде бабочки. Закрытая. Место жительства А61. Место работы завод. Потерял сознание на рабочем месте из-за истощения. Перед переводом в медицинское крыло произведен обыскойки. Вот эта шкатулка, которую мы и откроем. Она принадлежит Алине некой. Хорошо. Фукуяма Хайнрих. Неплохое сочетание фамилии, да? Предметы. Перевая ручка. Общение 22. Участок добычи А. Недавно перейден с завода. Арестован подозрением в государственные изменения заговори. Он в шоке. Какой там кнопкой? Вот этой кнопкой. Шокер, кстати, их сразу сбил. Так, мне подлечиться надо. Он мне два раза долбанул. Я пока вспомнил, какой кнопкой пользоваться. Использую одну аптечку, вторую пока не буду. У меня есть еще один шокер. Короче, шокер хорошо против... Это вот использованные, да? Которые мы валяются. Нет, не то. А вот и дверь, которая открывается с другой стороны. Мне нужно ее сейчас будет открыть. Дверь открыта. А ты у нас... Мы на самом деле можем пойти... Она же с этой стороны открывается? Открывается. Пойдем шкатулку пощупаем сразу. Я не знаю, как насчет сохраниться. Что у нас по здоровью? До сих пор желтая. Нет, подожди. Внимание. Здоровье, внимание. Я одну... Вряд ли мне две надо будет. Сейчас посмотрим, правда. Я не уверен. Использовать ключ, да? Использовать предмет. Нет. В шкатулке лежит таинственный артефакт. Надо забрать предмет. Плита вечности. Да. Получен предмет. Плита вечности. Блин. Я могу идти. Начались видения какие-то. Тут есть вот эти вот вставочки от первого лица. Они выглядят... Скорее пугающе, я бы сказал. Какой-то особый запорный механизм. Спереди размещается что-то вроде микрофона или динамика. Ясно. Я так себя поуютнее чувствую. Тут... В коробке лежит радиомодуль реплики. Забрать радиомодуль? Да. Радиомодуль установлен. Радиомодуль может получать передачу на частотах от 50 до 250 кГц. Чтобы получить доступ к радиомодулю, нажмите вверх в меню снаряжения. Если настроиться на определенные частоты, в окне транскрипции автоматически будут выводиться расшифрованные сообщения. РАМ-64. РАМ-64. Длинноволновый или длинноволновый радиоприемник РАМ-64 использует... Пользовательское руководство. Длинноволновый радиоприемник позволяет модулю реплики самостоятельно принимать и обрабатывать низкочастотные амплитудно модулированные передачи. АМ это амплитудно модулированные? Офигеть! Сколько лет я прожил? Ну, то есть, есть АМ-радио и ФМ-радио. Если это с этим... Блин, ребят, кто в курсе? Напишите мне, пожалуйста. Это реально то, что АМ и ФМ, то есть, амплитудно модулированные. Тогда, получается, еще какие-то модулированные. Радиопередача в диапазоне модулируем, устанавливаем соответствующий слот. За левым ухом реплики поколения 5. Я аж прям кофе перестал пить от такой новости. Чтобы получить доступ к функциональности приемника и открыть меню подсистемы, откройте меню снаряжения и нажмите W. Модуль приемника будет отображаться слева. Чтобы включить или выключить приемник, нажмите F. Изменить частоту с помощью Q. И понятно. Когда приемник включен, индикатор частоты загорается красным цветом, а полоски спектрограммы начинают двигаться. При настройке на станцию с сигналом поднесущей... Что такое в смысле поднесущей частоты? Загорается индикатор сигнал. При настройке на станцию, транслирующей поток данных, загорается индикатор данных. Передаваемая информация обображается в окне транскрипции в нижнем части экрана. Давайте чекнем. Tab. Вверх. Включить радио. Нозрот фронт. Темп 2.6. Вид 30. Влажность 80. Ветер. 2. 5. 2. 0. К... Конец. Спасибо. Этот сигнал мы теряем. Видео 200. Считаем. Видео 200. Таааа. Таааа. Тааа. Таааа. Таааа. Тут какой-то сигнал, который передает цифры какие-то. Я без понятия к чему этот код. Может так Как его можно расшифровать Посмотрите пожалуйста Тут у нас только два получается Нет эти цифры не повторяются Так хорошо У нас на одном это Гидросводка Так подожди А в начале ничего нету? Ничего А если я его оставлю А серьезно? Я могу вот так вот сделать? Хорошо Я пока еще не до конца разобрался Как это все будет происходить Но смысл вроде понятен Радистки Йон Станция 6 Дорогая Ирис Надеюсь у тебя и Ариан И все хорошо Я уже говорил с чиновником из Айон Они согласились с тем Что Ариане Лучше всего ходить в школу В секторе С У меня есть свободная комната В которой она может жить до выпуска Я знаю что вы неразлучны Но мы обе знаем Что для твоей дочери будет лучше Если она получит нормальное Городское образование Люблю Твоя сестра Камилла Кстати наверное с помощью этого радиомодуль Я смогу попасть В то что там на улице 160 Тут даже показана Частота На которую надо Так F На частоте 160 Будет передаваться тот самый код Да 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 Вот это интересная механика Мне это понравилось А радиом Радиомодуль у меня остался Прикинь 5-9-0-4-3 5-9-0-4-3 Это для сейфа Так Сейф у нас здесь Вот это хитро Вот это мне понравилось 5-9-0-4-3 Да Черт побери Забрать предмет Идентификационная карта Да Получим предмет Идентификационная карта Да Назад У меня хилка то не восстановилась Да До сих пор Скотина Придется вторую сожрать Я остался без хилок Это печально Так Тяжелая шестиугольная Каменная плита Она теплая на ощупь Это еще одна Интересная штука Как я через Воспоминания Блин Получил радиомодуль Спишем это На действие Определенного Этого артефакта Тупый респект Видимо Чтобы запустить Лифт Мне нужна Вот эта карта Тут больше Ничего нету Там есть еще Контроль элеватора Но я не знаю что Вряд ли я куда-то смогу На нем поехать Хотя я там взял ключ Ключ мне дал Возможность взлома Я бы такой бы Чтобы наверное Сохраниться бы А когда мне станет Минуточку Эйч нет А когда мне Станет лучше Я же уже Вторую хилку Сожрал все-таки Да? Почему мне до здоровья Вы хотите сказать Что две маленькие хилки Не восстановят меня Серьезно? Внимание до сих пор Ладно Сохраняемся На том моменте Да-да-да На третий файл Пока Буду Буду их вот так До четвертого Потом заново Сколько у меня патронов? Три Патроны И один шокер Шокер Она С Не забываем Что шокер Она С Хочу ли я Идти обратно Этим же путем Если там никого Не будет То наверное Хочу Этот наелся И спит Подожди А тут мы были Во всем Нет Я в две комнаты Не заходил В смысле Там что-то есть Мне это надо Потрачу на него Шокер Ремонтный спрей Плюс Да Получим предмет Ремонтный спрей Плюс В клейте Находится Неподвижное тело Ремонтный спрей Плюс Это должно быть Что-то неплохое Я так понимаю Нет Вот так Вот так Одноразовый Распылитель Который позволяет Наносительно поврежденную Зону Полиурлитановую пену Быстрого действия Наверное Постанавливает Умеренное Количество здоровья Блин Раз мне две маленькие Хилки не помогли Мне наверное Стоило бы Вот это применить Ну посмотрим Пока что Здрасте Частоты Луна 55 Солнце 85 Весы Башня Меч 0.55 Так Стоп Давайте Я это Сфоткаю Сейчас Чтобы Потом Каждый раз Какой-то Записочке Не обращаться А вот И Попробуем Сейчас Понастраиваться На эти Частоты Мне просто Стало Интересно Че это за фигня Происходит Сейчас Секундочку Ребят Так Тут же Дайте каких-то Патрончиков Дайте что-то Ресурсы Уходят Блин И они не возвращаются Уходят Как дети В школу Просто Я пойду В ту зону Где Никого нету Возможно Так Значит Таб Вверх Ф Извиняюсь У кого минус Уши Сейчас Если что 55 нам надо 55 Это на самой Границе Восприятия Так 1 2 2 0 4 5 1 2 0 4 5 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 4 5 4 4 6 0 4 9 2 Это тоже Сейчас запишем На сотке Есть вот такой Сигнал Говорит что-то Но очень-очень трудно Различить Что это такое Я тут шел К 117 По пути услышал Вот это На 129 На 129 4 5 5 4 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Так, ну у меня следующий 40-й, не знаю, сейчас посмотрим. На 200-м вот такая крепота. Я сейчас прямо внутри сжался, я ожидаю какого-то скримака, но его вроде нету. В общем, на 200-й частоте вот эта штука, я не знаю, это звучит неприятно. Ну хорошо, я дошел до последнего, получается на 5-ти частотах выдают 5 разных кодов, давайте до конца пролистаем. По пути я нашел еще 3 частоты, кроме тех, на которых подавали разные коды. Я не знаю, чего это, учитывая, что здесь сейфы на 5 номеров, и мне только что дали 5 кодов на 5 номеров. Я не знаю, к чему это будет, каким это будет сейфом, к чему, как. Я этот список сохранил, ну то есть список радиоволн сохранил, и также сохранил на каждой радиоволне тот код, который выдавали. Я думаю, что это нам где-то пригодится. Блин, я бы такой бы, чтобы похилился, но мне жалко тратить относительно большую хилку на то, что у нас сейчас есть. Давайте я на... Ах, как я каждый раз этот звук, блин, офигенно. Давайте я на 4-й слот сохранюсь. Как бы... Блин, ребят. С одной стороны, вроде как коротковатая серия получилась, 25 минут, я бы хотел больше. Но если я сейчас пойду в лифт, это будет новая территория с новым этим. Давайте это тогда уже немножечко перенесем в следующую серию. Я пока что вот такой вот формат, как от сохранения до сохранения, вижу как оптимальный. Если вы считаете, что, может, нужно бы больше или что-то такое, пишите. Я подумаю над этим. То есть я вполне понимаю, если у кого-то из вас есть свои соображения, я бы хотел их послушать. Блин, в изоляции, конечно. Офисы, изоляция, допросные, души. Да. В общем, вот этот вот элеватор я еще не... Короче, смотрите, в чем прикол. Коробочка с сейф... А может эти... Знаете что? Не, еще не заканчиваем. Давайте мы к тому лифту смотаемся. Потому что и коробочка с сейфом, и... Ну, и коробочка, и сейф, они оказались уже серыми. То есть если ты этим больше не можешь воспользоваться, оно становится серым. А в том лифте код продолжает оставаться красным. Давайте мы еще в этот лифт заглянем. Если там что-то интересное... Так. Что у нас тут? Мы же не рассмотрели в прошлый раз, да, вроде как? Правильно лифтем заблокировано. Использовать этот предмет? Индификационная карта? Нет. Да! Это проход дальше! Подожди, а что тогда... Там... Доступ к роднику? А, чтобы вызвать лифт, мне нужны ключи... А, ключ администратора! Вот что мне нужно. Которого у меня нету. Значит, я в следующий раз в любом случае еду на лифте. Ну, кстати, вот заодно и выяснили. Все тогда, все тогда понятно. Возможно, имея ключ администратора, я тогда уже смогу спуститься в рудник. Пока что, имея идентификационную карту, я могу покататься на лифте. Потому он, собственно, до сих пор и горит красным. Да, хорошо, ребятки. Давайте тогда на этом будем заканчивать. Сохранение у нас свежее. ХПшки у нас не очень. Патронов нету. Шокеров нету. Ну, короче, как всегда, всего нету. Это вообще печально. Я бы хотел, чтобы ресурсов было немножечко побольше. Наверное, с моим стилем игры. Вот. Но, в любом случае, да. Давайте заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправа. Всем молодушек. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok